абсолютно неважно у кого ты собираешься купить свой электромобиль не имеет значения его марка цена цвет и год выпуска я расскажу тебе где купить автомобиль на 500 долларов дешевле только обратившись компании автоинтерпрайз менеджер подберет тебе автомобиль на 500 долларов дешевле чем у любых конкурентов не нужно искать подвох эта история не про деньги просто руководитель компании автоинтерпрайз дарит тебе свободу выбора не упусти свой шанс жить в прекрасном будущем прямо сейчас если ты купил электромобиль в компании автоинтерпрайз получаешь пожизненную скидку 50 процентов на зарядку доброго дня вам рейтенант полиции перспективы а чем ты фиксировали а будет рукам фиксировали а как вы в дождь фиксируете рукам неинтересно. А что нельзя? А вы читали вообще инструкцию к нему? И что там в инструкции сказано? А? Инспектор. Инструкцию с труканом вы ознакомились вообще? Конечно. А как вы в дождь фиксируете? Вы можете даже не показывать мне. Как вы в дождь над руками фиксируете? У меня к вам вопрос. Вы уже составляли сегодня постановление в дождь над руками? В дождь не составляли. У вас вообще совесть есть? Вы читали инструкцию к трукану? Конечно, читали. Вы знаете, что нельзя в такую погоду вообще пользоваться им? Фиксировать им нельзя? Вы вообще читали температурные условия? Вы знаете, вы читали? Ну, 40 минут 10. Хорошо, по погодным условиям, по влажности вообще закамливались? Конечно. Как в дождь можно фиксировать руками? Что значит не было или что? Ну, включайте и посмотрим вообще, как там погодка. Вы знаете, как работает трукан? Как? Вас ознакомливали вообще с инструкцией по трукану, когда давали его? Я серьезно спрашиваю, ознакомливали? Вам говорили про погодные условия, в которые можно? Ночи, туман, дождь, снег. Вам говорили об этом? Ребята? Да, да, да. Если говорили, почему вы в дождь стоите фиксируете? Сколько было времени назад это зафиксировано? 11.45 часов. Я скажу вам. По моим часам сейчас 48 минут. То есть, по-вашему, дождь идет 2 минуты, да? Вот пока вы ко мне ехали, дождь начался. Совесть есть у вас, скажите? Что, нету? Есть. Ну, и нормально, врешь мне, стоишь в глаза? Ну, ты врешь, стоишь мне в глаза. Куда вы пошли? Объясните мне, пожалуйста. Я вам говорю, что ваши действия... Ребята, ребята, не расходимся. Ваши действия, они незаконны. Вам вообще нормально? Как вы себя чувствуете? Будьте любезны, удостоверение ваше. Показывайте удостоверение. Ковальчук Юрий Владимирович. Ковальчук Юрий Владимирович, вот мои документы. Будьте любезны, составьте постановление на меня за скоростной режим. Постановление на меня заставьте на основании этого прибора. Будьте любезны. Несите сюда, поставьте. Куда вы уходите? Куда? Ну, мне за вами бегать. Не надо враховывать. Я говорю, подождите минуту. Составляйте постановление. Враховалы, погодные умовы. Не надо враховывать. Составляйте постановление. Ребята, стоп. Ваше удостоверение. Инспектор, я что, буду бегать за вами? Что вы враховалы? Погодные умовы. Будьте любезны, объясните мне, пожалуйста. У нас полиция кластрировала, ровно. Я не могу. Клёть? Клёть. Сергей Григорьевич, объясните, пожалуйста, мне. Враховалы, дорожные умовы. И что? Погодние умовы. Есть нарушения? Ветсутни. Нарушения ветсутни? Да. Уроды, блин, вы. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, может, я что-то не понимаю. Только что ваши коллеги меня остановили. Так, и что? Измеряли прибором трукам на этом же месте, с вами стояли. Так. Подошли ко мне. Мы с ними пообщались. Пришли к выводу, что незаконно использовать трукам в такие погодные условия. Вы, несмотря на это, стоите, продолжаете фиксировать. Для каких целей? Можете фиксовать? Ну, вы стоите, фиксируете потом. То есть вы знаете о том, что пользоваться прибором трукам в такие погодные условия нельзя. В такие погодные условия? Дождь идет. Я не вечуваю, что дождь идет. В смысле вы не вечуваете? Вы видите, что капает с неба? Это дождь называется. Да, поедет. Ну, вы видите, что капает вода с неба? Звучит дождь. Ну, вы видите или нет? Сейчас на данный момент погодные условия не переменчиваются. Сейчас на данный выпадок. Сейчас дождь идет. Вот ваша трука мокрая весь. Дай ему. Да вот, Дэви, вот он мокрый. Ну, давайте протрем ваше стекло и покажу, вот как оно выглядит. Так, наверное, это только что пришло. Так, вы стоите в дождь. И когда вы шли до меня, это випадок, я бачу, что в дождь. То есть то, что вот с дворниками люди едут, это ну, это не дождь. Я же вам хуя. То есть вы дурака себя клеите? Я вам объясняю, что вы делаете незаконно. Вы знаете об этом? Я не клею. Ну, меня Саша зовут. Саша? Да. Мне неприятно, потому что вы нарушаете закон. Я фиксирую, когда дождь не падает. Как он не падает, если он сейчас идет? Ну, сейчас идет, я сейчас не фиксирую. Да я к вам шел, дождь идет, вы стоите, целитесь. Ну, что, я что, слепой, не вижу, я к вам просто так подошел? Я говорю, что ваши коллеги меня остановили только что. Принесли мне прибор мокрый в дождь. И точно так, как вы вешаете, вешаете, есть нарушение. Мокрый в дождь? Да, прибор мокрый в дождь. Что вас в этих словах смущает? Нет, ничего не смущает. А меня смущает то, что вы нарушаете закон. Мы? Да. Мы же, смотрите, мы же ничего не зафиксировали, мы ничего не видим. Ну, сейчас, когда дождь идет, они не позволяют, мы не фиксируем. Так сейчас они не позволяют, вы стоите, фиксируете. Я просто стою, держу в руках. Это я подошел, вы просто начали его держать. До этого вы стояли, фиксировали. Ну, я идиот, а вы умный, да? Что вы так говорите? Ну, потому что вы из меня дурака делаете и думаете... Нет, это у вас нет по дуракам. Прибором. В данных погодных условиях. Прилет, бачите, он... Пользоваться нельзя. Показания на нем. На украинском языке гибные. Да я к вам подошел, вы его опустили, вы до этого фиксировали. Что, не понимаете или что? Ну, я его просто наводил. Видите, не знаете, что я фиксировал. Просто наводил? Так, может, вы тогда не просто, а будете работать? Вызов, пора ехать, да? Нет, нет, просто вы мои террасы. Потому что вы мои террасы... Ребята, нельзя, вы нарушаете закон, не надо делать из меня идиота. Я нормально подошел, вам сказал. Я же вас к вашим дорогам. Конкретно вы, вы стоите и делаете из меня идиота. Я вам объяснил, ваши напарники. Я же вам поясню. Дать я закончу. Стояли вместе с вами. И точно так же просто наводили не фиксировали. Но меня остановили. И пришли с этим прибором, мне показали. Я им объяснил, что нельзя. И они это знают, и вы это знаете. Несмотря на это, у вас дворники работают, идет дождь. Вы смотрите, я просто, я ничего не вымирю. Я же не фиксирую. Вы видели, что я, как дождь был, запринял какой-то транспортный запрет. Да! Колы? Когда меня останавливали, вы остановили транспорт. Колы? Я запринял. Вы, ваши напарники, извините, я общался с коллегами с вашими. Я печал. Давайте не будем из друг друга делать идиота, ладно? Хорошо? Я думаю, вы меня не разумеете. Я вас очень прекрасно понимаю. И понимаю, что вы пытаетесь сделать из меня идиота. Я вас очень прошу, пожалуйста, примите к сведению, что в данных погодных условиях вы не можете пользоваться прибором, трукам. Поэтому не вводите людей в ума, но будьте любезны, не останавливайте их незаконно. Займитесь патрулированием, займитесь чем-то полезным, а не просто стойте с прибором и делайте вид, что вы тогда, если вы не фиксируете, что вы фиксируете. Не делайте из людей идиотов. Да, я надеюсь. Спасибо. Сейчас ты все увидишь. Что ты бегаешь? Ты кретин. Куда ты бежишь? Что ты делаешь? Ты что творишь? Ты что, больной? Сожри эти бабки, ты придурок. Там все снято. Жует, жует. Что ты их там прячешь? Сотрудник полиции, отуплись. Ух ты, конь. Смотри на него, смотри. Иди сюда, эй. Куда, 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 эй. Куда? Да. Это жесть. Полиция, как вам? Мы ведем преследование опасного преступника. Куда? Я. Куда?